В Самаре продолжается строительство планетария. Сейчас идут работы по возведению фундамента нового здания рядом с существующим музейным комплексом на проспекте Ленина. Особенностью работ является перепад высот. Один этаж будет считаться подземным. Стройплощадку с рабочим визитом посетил исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков. Вместе с депутатом Госдумы Александром Хинштейном, руководителями профильных департаментов, а также подрядчиками обсудили дальнейшие планы, исполнение сроков и научно-творческое наполнение будущего здания. Проект очень сложный, с одной стороны, с другой стороны, очень интересный. С учетом, что он увязан на такую программу туризма, а сегодня мы видим, насколько у нас внутренний туризм, интерес у наших граждан, жителей проявляется, к этому, конечно, его надо развивать. В дальнейшем планетарий и космический музей станут частью одного туристического кластера. Специалисты продумают единую концепцию, которая свяжет учреждения, проведут соответствующее благоустройство прилегающих территорий и разработают единую билетную программу. И замысел наш в том, чтобы появился целый музейный квартал. Сегодня обсуждали в том числе, как все это соединить, как связать, как сделать прогулочные зоны, как эту территорию благоустроить с тем, чтобы люди могли, ну, по сути, целый день там провести. Один из вариантов, который обсуждаем, в создании единого билета. Иван Носков встретился и с руководством детской музыкальной школы имени Кабалевского. В следующем году учреждению исполняется 65 лет. Здесь уже разработали проект капитального ремонта здания. Он учитывает все потребности педагогов и учеников. Внутренние помещения запланированы со всеми требованиями безопасности, а также условиями, которые позволят инструментам звучать органично. Исполняющий обязанности главы Самары отметил, что проект интересный. По каким региональным и федеральным программам его можно реализовать, обсудят вместе с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. У школы есть история, есть достижения, есть отличный педагогический коллектив. И все основания для того, чтобы она выглядела немножко по-другому, они, естественно, есть. Поэтому, думаю, что будем заходить в программу, будем добиваться финансирования, ну и ремонтировать. А вот работы по капитальному ремонту другого культурного учреждения подходят к своему завершению. Их выполняют в рамках нацпроекта «Культура». В бывшем здании кинотеатра «Россия» на Чернореченской расположится молодежный муниципальный театр «Мастерская». Здесь рабочие уже завершают внутреннюю и внешнюю отделку. В главном зале завершают монтаж сцены и освещение. В скором времени начнут укладывать ковролин в зрительном зале и устанавливать кресло. В целом к объекту применили комплексный подход. Преобразили также прилегающий к театру бульвар, переложили коммуникации и обновили дорогу. В целом, как бы, все идет по плану. Объект интересный, объект важный. Объект будет, я думаю, значимый и не только для этого района, но и для целого для города. Планируется, что до конца года все строительные работы будут завершены. После чего коллектив театра начнет переезд в новое здание. Андрей Горгуленко, Валерий Майоров, Николай Епифанов. События.